Спорт и танец не путается с трептизом. В минувшие выходные в городе прошли невероятные по своей зрелищности соревнования. На состязаниях под названием Work Pool Fest собрались профессионалы и любители уличной и шестовой гимнастики. Соревнования будут проходить в форме батлов один на один. У каждого участника есть полторы минуты, два выхода. Соответственно, по итогам двух выходов определяется победитель. Предположительное количество участников до 100 человек. Собственно, это город Иваново, Ивановская область. Участники из города Вологда, Шуя, Ярославль, Кохма. А в Оркауде и ОФП сняты и показано огромное количество сюжетов. Поэтому мы расскажем только об одном конкурсном виде фестиваля – пулдэнс. Танец на пилоне сочетает в себе элементы хореографии, спортивной гимнастики, акробатики. Девушки с легкостью поднимаются вверх по шесту и выполняют различные по сложности кручения под музыку. Выступление должно восприниматься как цельный гармоничный номер, а не набор элементов. В Иванове этот вид спорта существует совсем недавно и еще не стал широко известным. Многие девочки боятся, говорят «да ну», то есть полуобнаженные тела. Не понимают, не разделяют стриптиз с пулдэнсом. Очень печалит это, конечно. Вот мы хотим продвинуться, показать, что это силовые нагрузки, которые дадут вам подтянутость. Подтянутость так просто не дается. Регулярные тренировки, синяки, иногда падения, как и в любом спорте. Светлана занимается пулдэнс уже 4 года. Считает, что акробатику непременно нужно сочетать с танцем. За выступлением девушки с восхищением наблюдает ее муж. Это самый красивый вид спорта. То есть здесь сочетание пластики, грации, силы, подтяжка фигуры, похудение. То есть все в одном флаконе. На фестивале Света заняла первое место. Настя занимается на пилоне меньше полугода. Рассказывает, номер должен быть не менее зрелищным, чем цирковое выступление. Несколько минут за спортсменкой зрители должны наблюдать на одном дыхании. Все элементы Насте даются легко. Никогда не скажешь, что до этого профессиональным спортом девушка не занималась. Я никогда не ходила ни в спортзал. Я несколько раз ходила в тренажерку, но мне было скучно. Я не могла просто стоять и накачивать мышцы. Но когда я пришла в полдэнс, я поняла, что я не обращаю внимания на боль, потому что я просто хочу сделать красиво. И когда оно получается, ты не замечаешь, как у тебя появляются кубики, у тебя появляются мышцы. И ну просто это чудо какое-то. Во всем мире шестовой гимнастикой занимаются и мужчины, и женщины. В Иванове пока это спорт только прекрасной половины человечества. Распущенные волосы, минимум одежды и иногда чрезмерно раскрепощенные движения. Людям, увлекающимся этим спортом, приходится бороться с порицанием со стороны общества. Большинство, конечно, удивлены. Тоже удивляются. Все проходят через этот стереотип, что это же какой-то стриптиз, это что-то такое. Начинаешь объяснять, все понимают, смотрят фотографии. Да, это красиво, да, это здорово. В 2014 году полдэнс официально признан спортом. Также спорт будет включен в программу World Games. Вторых по значимости международных соревнований после Олимпийских игр. Спортсменки из Иваново готовы развивать спорт в регионе. Мария Смирнова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.